Олег Кустов «Большие каникулы» Стихотворение разных лет. Читает автор. Большие каникулы Иланг, иланг, и роза, и жасмин Благоухает до изнеможенья На рубеже мажорный магазин, Свободный от налогообложенья. Такой же блеск и аромат, и штрих У моего за морем заточенья. Я за стихом слагаю новый стих И нахожу, как прежде, вдохновенье. И знаю, что, как прежде, с корабля Я попаду на бал без промедленья, Где в разнице свободы от и для Мотивы проступают поведенья. Припомнив сотню остроумных фраз И все свои загранпередвижения, Друзья мои, я появлюсь у вас Свободный для стихов и вдохновенья. Паданг Бэй Волна волну с собой тягает И разбивается омол, О вечной жизни размышляет В тенечке сидя богомол. О, здесь никто не унывает, И если гол, так ведь сокол, Малявки бегают, играют Ногами грязными в футбол. И, отдыхая в кущах рая, Смиренный духом богомол Себе все так же представляет, Как пену подобрав в подол, Волна волну с собой тягает И разбивается омол. Не любить, не верить, не мечтать Не любить, не верить, не мечтать Для людей с печалью робкой взгляда Тишь да гладь да божья благодать, Что ещё от жизни этой надо? Если же не безнадёжно гладь, Верно, чтоб не слыть по смерти гадам И любить, и верить, и мечтать, И всего-всего от жизни надо. Песня о загранице Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек. Лебедев кумач Песня о родине Далеко, бродя в заморских странах, Видишь, что велик и славен мир. У людей, живущих без обмана, Есть свой бог, а не пустой кумир. В мире много разных соглашений, Ещё больше всяких, кто с ружьём, Потому без лишних рассуждений Лучше путешествовать вдвоём. Нам вдвоём и вольно, и широко, И везде как будто дом родной, И зовёт открытая дорога Любоваться вечную весной. Есть такое чудо за границей, Берег солнца и цветных песков, Если довелось там очутиться, Будешь помнить до конца веков. Это там в тенёчке сладко спится, Дела нет до всяких пустяков. Ну, а чтобы день и ночь трудиться, Пусть других поищут дураков. Если ж кто границу нашу тронет, И амбарный зачелкнёт замок, Мы ему такую жизнь устроим, Что и вражьим силам невдомёк. Нам знакомо и не понаслышке, Кто умеет дружбой дорожить, И, как дети самой первой книжки, Мы хотим всё радостнее жить. Далеко, бродя в заморских странах, Видишь, как необычайен мир. У людей, живущих без обмана, Есть свой бог, а не пустой кумир. Старая-старая сказка В старой сказке начала нет, И чем дальше, тем всё страшней. Змей Горыныч сжёг белый свет, А яга украла детей. И когда рассеется дым, И, бессмертный, сгинет кощей, Ничего не считай своим, Кроме разве души своей. В младенчестве небезмятежном В младенчестве небезмятежном Он скорблен был в участии Нежно молочной кухни добрых бонн, И гриф капризен и смешон, Малыш резвился на прибрежье, И, утомлённый ветром свежим, Скрывался в тень под миндалём, И там дремал снабитым ртом. На море поднимались волны, И собирался театр, полный Случайных зрителей и стран, Где гордо властвует Коран, И сам собой орнамент беглый То ставит, то сбивает кекль. – Какая всё же ерунда! Подросток не смотрел туда. Мужчиной был он осторожным, И день валялся, если можно, Под тем же самым миндалём. Ни шторм морской, ни даже гром Его покоя не касались. Широко ветви простирались, Гнал ветер с грохотом валы, И стуч в туман росли стволы. Причинно-следственной натуре Что делать, разражалась буря. Казалось, кончился покой, Но он на всё махнул рукой, Зевнул. – Какая скукотища! А ветер всё сильнее свищет, Дед вперил взор в небесный свод И задремал, разинув рот. Диев должен быть низложен. Много есть суждений ложных, А советов миллион. Примирись, ну сколько можно, Слышу я со всех сторон. Что заладил односложно, Чуть не топача, как слон, Карфаген разрушить должно, Диев должен быть смещён. Я не объясню дотошно, Карфаген там или слон, Что мне Рим пустопорожний, Там художник, что безбожник. Диев должен быть низложен, Диев должен быть смещён. Если кто туземцев тронет, Пострадает организм. Поясню, раз не был понят. Диев – это эвфемизм. Часы на цепочке Известно, как было из книги всех книг. Недели хватило хлопот и интриг Для образа мира, чтоб не был пустым. И малым, и сирым, и самым крутым Не ставит бог точки, судить не спешит. Часы на цепочке, а время бежит. Курвуазье Любимый императором коньяк Был припасён и в самой дальней ссылке. Жизнь скрашивая волшебством, как маг, Он сглаживает темперамент пылки. Однажды мир просил его страну Запал уменьшить и остервененье. Последний шанс остановить войну – Переговоры о разоружении. Ему тогда был подан добрый знак. Увы, подвёл его к несчастью снова Один неверный куртуазный шаг, Что от великого и до смешного. С тех пор утратил боевую упрыть Фельдмаршал поколейных поколений. Так и не смог всей горечи избыть Его величества военных гений. Камбоджа, Индонезия, Таиланд Мой путь выходит тоже, что не близкий. Для переездов есть Тойота Гранд, Для перелётов – Боинг Малазийский. Мне с этих мест не выбраться никак, Вперяю взоры в самый центр вселенной. Так после Ватерлоу пил коньяк Наполеон на острове Елены. Кризис среднего возраста Как живёшь? Суета не заела? Или скажешь другой оборот, Что, шатаясь без всякого дела, Далеко забегаешь вперёд? Что ты? Разве на это похожи? И потом, мне минуло в обед, Пусть ни много ни мало, А всё же сорок шесть с половиной лет. Он и она Любовник может быть плохим, А муж всегда хорош. Кто выйдет из воды сухим, Заточит остро нож. Семейный бизнес не с руки, Когда беднее этот дом. Она чуть свет сдаёт в наём, В тенёчки лежаки. И солнце вовсе не беда, Какой там стыд и срам. Он ей приносит по утрам Своё ведёрко льда. И если дело сторона, По правде не сказать, Кого пристало обнимать, Кто он и кто она. Олесе Веет ветер, прохладуясь с моря, И кораблику носит волной. Посмотри, стоп-кадр, на повторе, Окунись в облака с головой. Ведь кораблик отдал швартовы, Он идёт с океаном на вы, И сквозь камень, пространством, Но пробиваются листья травы. А стихи эти в трусиках, дети, Просто ветер с твоей головы. На берегу морском Вальс И вот он снова прозвучал Михаил Исаковский в лесу прифронтовом. Бежит по небу полосой Событий прошлых вязь. У самых волн старик босой Уселся князем князь, И, руку сделав козырьком, Взирает под бачас, Как тонет за морем гуськом Причин и следствий связь. Под пальмою лежит барбос И тянет сладко пасть, Висит на пальме той кокос И метит, где упасть. И каждый малый уголок В движении своём, И каждый малый уголёк Горит в костре большом. Ну, что же вы ещё не здесь, На берегу морском? У вас всегда причина есть Огромный снежный ком, У вас всегда найдётся ведь Надёжный аргумент, Который мне не одолеть Хотя бы и на треть. И вот он снова прозвучал На берегу морском. Зачем сюда меня позвал И забросал песком? Ах, что же вам ещё сказать, Какой придумать ход? Хотите кайтом управлять И удивлять народ? А если вы хотите лечь, Ложитесь на волну, И буду я ваш сон беречь И слушать тишину, И будет мне покой ваш мил, Как собственный покой. Но если чем не угодил, Махните лишь рукой. Бежит по небу полосой Событий прошлых вязь, У самых волн старик босой Уселся князем князь, И, руку сделав козырьком, Взирает под бочас, Как тонет заварем гуськом Причин и следствий связь. Для детства Ноша чья легонько И годы не сочтут за труд, Но чьи обиды Только тронько Разбередишь, Коль не поймут. Казалось, В жизни все Долгонько Хранимо В ласке И тепле. Тогда и я Мечтал Тихонько О лучшей доле На земле. Сумерки женской души. Я смотрю на свое отражение, Убегающее без движения, Что любовь несет поражение Полюбившему, Нет сомнения. О любимой Холод старения И душевное опустошение И недолгое успокоение В процедурах Омоложения. Босоногая женщина Одинокая Босоногая Женщина По кромке моря Бредущая вдаль В настроении Переменчивом Как радость И Как печаль. Женщина Одинокая Босоногая По кромке моря Вдаль Бредущая Ей Несут лоток С осьминогами С морской Пищей Самой Лучшую. Босоногая Женщина Одинокая Вдаль Бредущая По кромке моря Такая Такая Как закат Цветло-покая За горизонт Уводящая Колесницу Горе. Пузыри земли Пузыри земли Песня Сольвейк Мой Мой Друг, О, Мой Друг, Ты проделал Дальний Путь, Негде Было отдохнуть. Теперь Оглянись На свою Былую жизнь И От морока Очнись. То Был Тягчайший Плен И Пузыри земли Пускали Упыри. Все Это Прах И Тлен На Мели Корабли. Все Это Пузыри. И Все, Что Влекло И Цвело В садах Светло, Ни к чему Не привело. И Все, Что Ушло, Что Блазнилось В крепком Сне, Что Привиделось В огне, Все Это Прах И Тлен. Намели Корабли. Все Это Пузыри. Всего Лишь Розовые Пузырики Земли. Всего Лишь Пузыри. Искушение Психеи Искушение Психеи Что Видит В нем Душа Моя, К Чему Моё Стремится Сердце, Наверное, Не знаю я. Мой Взгляд Коварен И смешон, О, Почему Так Своеволен, Неудержимо Обращен На твой Хранимый Тайной Долей Нераспустившийся Мутон. Архетипы В жизни своей чередую Утренники и платья, Грустное и смешное, То, что, найдя, растратил. Нынче же вспомнил с тоскою Рыцарей Нибелунгов, Гранью жду мной и тобою Плод архетипов Юнга. Новая мысль И та ведь Мир облетает В Торе. Можно ли было Представить, Что Ни в насмешку Ни с горя Эти пунцовые губы, Дышащие Соблазном, Старые ржавые Трубы В домиках Однообразных. 1237-й Был урожайным год. В своих уделах Жизнь прожигали русские князья. Ничто не нарушало дымки белой Размеренного ритма бытия. Над чёрным морем чайки вились жадно, И несусветно голосила рань, И всё казалось, как и прежде, складно, Но шёл Батый ордою на Рязань. Размышления у арки Потусай Твой дом там, где спокойны твои мысли. Восточная мудрость Державное достоинство страны Потрёпанные в боях социализма Небесно-васильковые глаза, Что светом с загорелого лица, Высочество, с которым даже время Почтительно беседует на вы. Дозвольте мне под вашим мирным сводом, Где следует своим спокойным ходом, За мыслью мысль, как читанная книга, Найти в жару спасительную тень. Я с малых лет уныние изгнал, Утешен прежде знанием того, Что жизнь моя не мне принадлежит. Уныние по праву заслужили, Менялы истины на ё-моё. Для них что истина, что естина, Всё мазано каналом новостным, Что съели, тем и живы потихоньку. А я в приливах и отливах моря Биеньи сердца слушаю земли, Стих отпускает тетевой тугой, Как будто в цель намечена стрела, И финикийцам далеко от дома Ничту обычай родины жестокой Младенцев сирых в жертву приносить. Там и сейчас приспешники режима Вынашивают одурь озлобленья, И, поминая в бога душу мать, Гибридные развязывают войны, Запугивают бомбой водородной, И молью поедают мирный быт. От них смысл вечных истин скрыт, И чат со стражники в бронежилетах С резиновым дубьём наперевес На улицах и площадях свободу Коленями поставить на горох. Гос. телерадио СССР Такое никогда б не показало. И до сих пор лукаво умолкают, Лишь по команде открывая рты, Обученные специально люди. Как и хотел того товарищ Лапин, Паук, что убивал наверняка, Стирая записи магнитных лент, Чтоб никому уже не довелось Услышать песни в чуждых строю ритмах. О Ленине и юном октябре В эфире надрывался баритон, Гримасой больше схожей с фантомасом, И иже с ним народные артисты Скандировали лозунги крылата И, заходясь в ура патриотизме, Тогда зачали килотонны ваты. Звенело, стыло вьюга в январе, Бульвары в мае, залитые светом, Дышали влажно воздухом росы, И с моря ветер веял синевой, Таким был мир, как плод инжира спелый, Что я, смеясь, держал в своей руке, Весь данный мне, как будто из кино Сюжетом юморным, где даже лошадь К расстройству кавалера-седока Соломиною лакомилась шляпкой. Здесь и сейчас, как будто из кино, В саду нонгнуть слонёнок со слонихой Вкушают в сласть зелёные побеги, И думаешь на их семейство, глядя, Что мир вокруг не может быть дурным, Устроенным к стыду из рук вон плохо, Пока взирает хоть одна душа На свет его, летучий и безбрежный, Такими безобидными глазами, Как этот новорожденный слонёнок. Весь космос – дом его. Какие бреши сознание заполнит утешенье. Ты ждёшь его обманчивое слово, Как ждут, что дети заживут безбедно В стране, где ложь не ведает позора И ни во что не ставится свобода. Отчаянная материалистка, Тебе образование врача И грубые начала медицины Талант свободы личной заменили. Пусть их – одной пустою фразой Свою судьбу решило большинство. О, время! Чьи потомки эти люди? Каких комбедов, комиссаров чьих? Наймите тролли с прищуром муреньем Во всю химичат новую беду. И в наши дни сценарий самый худший В отечественном крутится кино, И вряд ли для кого-то это новость. Замыслю мысль, как читанная книга, Чьи перечесть страницы наслажденья. Я с малых лет уныния изгнал, Утешен прежде знанием того, Что жизнь – определенный интеграл Поступков, мыслей, дела моего, А красота – в глазах, В глаза смотрящих И говорящих взглядом о любви. Мой оптимизм особенного рода, Совсем не социальный оптимизм. Он мне дороже, чем моя свобода И просвещенческий идеализм. Я в мир пришел иным идеалистам И верю воскресенье воплоти, Нетленной, неподверженной болезням, Благословенной дланью всепрощения. Никак не меньше, чем провидел в Тире В столетии третьем от начала эры Александрийский старец Ориген. Какое не возьми начало знания, Ум с красотой два высших держат звание. Что если бы досуг свой дорогой Все возрасты и все сердца людские Науке благо строгой посветили? Тогда открылись бы пути прямые К общественному самоисцелению. Но мировой истории поныне Неведома условная частица. Лицом к лицу лица не увидать, А надо ли, когда в глазах участие? Свободен мыслью и виной не связан, Я поступаю так, как и обязан, Что от души желаю остальным. Благая весть всегда была благой, И никогда вчерашней не была. С ней бородатый в рясах контингент Довольно поступает своевольно, И в бубны бьет, и сотни молний мечет, Воинству и окалечит желчно души И без того недужного народа, Что полагается на князя своего И оттого в упор не видит фактов. Наверное, еще покажет время, Кто мы такие и на что годны. Оседлась наша малым эпизодом На планетарных эллипсах орбит. Кочевники мы живы переменной Монархии мест суждений и страстей. На западе нам тесны стены дома, И на востоке мы среди гостей. Все правда, мы своей стезей ведомы Отвергли пыль проторенных путей В ущельях на равнинах, без дороги, Ни с карбом, ни с собой не дорожим. Мы солнце восхваляем на восходе, А на закате серп двурогий чтим. Забыто вдруг, что сила силу ломит. Когда сходило преступление с рук, И это снова придавало силы, А слабость только превращала в злость, Нам многое вдруг позабыть пришлось. От нас смысл вечных истин скрыт, Притушен свет морального закона, И только небо звёздный колорит Мерцает перед выцветшей иконой. Кто это небо чувством озарит, Так, чтоб душа сама тянулась к свету, И любовалась, глядя на планету, И был бы ей, как в детстве, мир открыт, И космос был бы людям не чужим, Как двор, в который вышли на субботник. А без идеи этого космизма Что есть такой русский человек? Вся на понтах шпана из подворотни. Немало лет минуло старины, И крепостное чудо ленинизма Подмяло жаждой колониализма Народное достоинство страны. Кто жаждал быть, но стать ничем не смог? Философы, пророки и поэты, Бросая жребий, песен недопетых На перепутьях в колеях дорог, Вычитывали новые заветы И полагали, что так хочет Бог. Пойми, простой урок моей земли, Как Греция и Денуя прошли, Так видит всё Европа и Россия. Когда преодолеем неолит, Куда идейкой заманили бесы, Подарим барабаны пионерам, Горнистам горны скальпели врачам, А телевизоры пенсионерам, Простые вещи для употреблень Никакими роковое не избыть, То вспомним, что душа когда-то знала Об истине и жизни не по лжи, И, наконец, искупим злодеяния Империи на голову больной И всех больших, кто был тому виной, И малых всех, кто жил без покаяния. По авеню Лангсанг в великой ступе, Как время, размеряя свой черёд, Поток автомобилей групп по группе За светофором набирает ход. На триумфальной арке Потусай Пять башен по-буддистски смотрят в небо, Молчат кинары, птицы верещат. Пять заповедей мира соблюдай, Пять добродетелей важнее хлеба. Не убивай, не лги, не нападай, Своей любовью, друг, не досаждай, И разум свой смотри не разменяй, Иначе и не знал, не жил и не был. Песня о Поперечном Эпиграф Не спи, вставай, кудрявая, Борис Корнилов Песня о Встречном Есть в нашей артельной бригаде Один занятой человек, Всегда он при полном параде Всегда укоряет коллег. Ну, что вы за бездельники В очках носы, Вам даже понедельники Для сна часы. Готов он без продыха спорить, Чтоб только своё доказать, И нет ему большего горя, Когда он не вправе сказать. Ну, что за сброд бездельников, Носы одни, Вот вас бы с понедельника На трудодни. Он, вид, напускает угрюмый, Единственный специалист, Но, если зальёт выше три ума, Не в меру бывает речист. Что прокус вас, бездельников, Уткнут носы, Считают с понедельника Свои часы. И утром, сопя на летучке, Он смотрит надмененный строк, Как будто господь Синей тучки Страданьем подводит итог. Ну, что за сброд бездельников, Носы торчат, Всех вас бы с понедельника Да к чёрту в ад! И речит, наглеет, Мажорит Хозяин в своём теремке, Ему бы с собакой в дозоре Границу держать на замке. Тогда бы псы-бездельники К носам-носы Лизали в понедельники Его усы. Кто скажет, зачем его терпят, Зачем его ставят в пример? Он наш без вина виночерпий, Тиран, резонер, робеспьер. Его зовут бездельники И славят псы, Банкуя в понедельники на распасы. На четвёртом десятке лет Замечталось совсем другое Черепаший суп на обед И дымящееся жаркое. Если прежде не важен был стол, Чтоб в душе не совсем опустело, То теперь по утрам просол Облегчает страдания тел. И уже не ложится взгляд На создания юные строжи. Пусть себе ещё пошумят Веселы, глупы и пригожи. В ночном автобусе Пнампень-Пайпет Из экзотичных стран и путешествий дальних На родину не раз я пролагал маршрут, Видал боебыков, встречал коней педальных, Но случай никогда со мной так не был крут. Автобус спальных мест Вагон полукандальный, Куда в одну постель с мужчинами кладут И юношей немых, И бабушек скандальных, И девушек в цвету, Не спящих ночью тут. Их Будда бережёт От посягательств сальны, Но резок поворот Скрипят болты, Поют В креплениях своих Совсем не музыкальных, И снова поворот И тряски сто минут. Пнампень-Пайпет, Пнампень-Пайпет, Автобус полок спальных, Где по периметру два этажа кают, И слышен громкий храп Жильцов полуподвальных, Под пляскою мансард Избивающих ботут. Так можно ехать ночь. В пустых исповедальнях Европы Никого к себе давно не ждут. Но стоит вспомнить, Как в пучинах изначальных Пред Богом человек Раздет был и разут. Пнампень-Пайпет, Пнампень-Пайпет, Автобус к шконок спальных, Билет в один конец Обратный не дают. О, сколько не сбылось историй Обручальных, О юношах в пылу, Нашедших счастье тут! Кто знает, Есть ли прок от умных книг В читальнях И жизни мудрецов, Чье слово – долгий труд? Век так и не ушёл От писанин наскальных И между двух имён Втыкает свой салют. И оттого не пуст Вагон полукандальный, В который парами положат И везут И пьяниц молодых, И мужиков брутальных, И стариков в тоске, Обредших свой приют. Поля смерти Полпот с самого начала Был помешан на секретности И страдал паранойей Из путеводителя по Чонг-Эк, Камбоджа. День гнева, Он же день печали, Бликует толстое стекло, За ним из черепов едва ли Не ополчение легло. Треть населенья жертвой пали, Три года с небольшим прошло, Как в коммунизм открыв пути Полпот явился во плоти. И от дворцов Удивился локон, И процветали города, Где Францией свивалась В кокон колониальная среда, В провалах жутких битых окон Ни памяти и ни следа. Лет не прошло и тридцати, А прошлой жизни не найти. Всех горожан сослал диктатор Трудиться на полях страны, И чтоб кормились, Как когда-то, Не забывая чьи сыны, Охрипший дизель-генератор, Чё цвет рычаг ошмарил сны. Иных, кому не по пути, Был дан приказ всех извести. В корнях баньяна, Мир их праху, Такие были вот дела, Баньян тот превратили в плаху, Хватали за ноги тела И били головой с размаху Отверть столетнего ствола Детишек младше десяти. Их разве что могло спасти. Ведь были палачи упрямы, И знать не знали лет седых, И если наносили шрамы, То поддавали и под дых, И ставили у самой ямы И пожилых, и молодых, Несчастных старше десяти. Кто смог бы их тогда спасти? Включали музыку, Чтоб стоны не доносились на поля, Три года и три миллиона По всей стране взяла земля, И не было в те дни закона, Чтоб слабину дала петля, В руинах храмов, как мечти, И Бога было не спасти. Убийцам требовалась малость, Чтобы исполнить приговор, И всё, что под руку попалось, Мотыга, палка, нож, топор Для страшной цели назначалось И затуманивало взор. Им не было и двадцати, Кто в силах души их спасти? Страшнее демонов бывает В иных умах идейный ссор, Горуда вишну поднимает Оборонить земной простор, И змеи нага всею стаей Вступают в мирный договор, Дать душам крылья обрести, И чудо может мир спасти. Идейка В тридесятом царстве государстве Были горы, реки и поля, И не то чтоб сиживали в барстве, Но трудом богатая земля. Жили долго, по морям ходили, В летопись приспела тысяча лет, Государю не за страх служили, И витал над флотом дух побед. Но закралась подлая идейка, И умы смутила, как война, Надо будто чтоб была копейка Каждая на всех поделена. Вроде ничего не изменилось, Ночью темь была, А днем светло, Барыням иное царство снилось, Кавалерам в уз вино текло, Сказочные те же персонажи Споро управлялись в кладовых, Были и богатыри на страже, Со свистком в мундирах постовых. Белоснежка, примою в балете, Ножкой отбивала фуэте, И хотели маленькие дети Жизнь блистать в такой же красоте. Были те же молнии и громы, Тот же был у рельсов тесный стык, И копили золотишко гномы, Прежде чем им не пришел кирдык. И матросы с верою в фантомы, И родной ругательный язык Не подались спьяну в управдомы Записи марать домовых книг. Ниневия Какими не очерчивой кругами, Что пал об омут, Сгинула на дне. Жестокость наказуема богами, Пусть даже то жестокость на войне. Надменные Глумились над врагами, Хоть и друзей не знали в той стране Крылатые быки, Пятью ногами Приставленные к каменной стене. И свет померк. И Мертвые Восстали Плененные Восточные Цари, Казненные Народы Бунтари, Как прежде Под мечом Железным Пали Отрубленные Головы Послов На город Крови Логовище Львов Дикие игры Честно скажите, Большего хочется, Чем просто избавиться От одиночества. В каждом движении Сумрак Таинственный Инь Преклоненная Янь Превоинственный Бегаем, Прыгаем, Лискаемся Голыми Дикие Игры С татаром Под головами. Он искал любви Он искал любви, А нашёл позор, Клялся на крови, А в словах укор. Буду я любить, Буду ждать тебя, Нам в разлуке быть, Видимо, судьба. А в ответ молчат И в глазах Тоска Сладкой жизни Яд, Выпитый До дна. Неужели так, Так устроен свет, Что зловещий враг Вечно смотрит вслед? И потом в тиши Над седой землёй Ветер порошил Месяц Молодой. Профессор Майская песня Кипучая, Могучая, Никем непобедимая Василий Лебедев-Кумач Москва Майская В мае Солнце Блеск Наводит, Молодеют Города, По лугам И рощам Бродит Тысячи ручьёв Вода, Птицы Новое Щебечут, Время Ускоряет Бег, И спешит ему Навстречу С новой Песни Человек. Он Так умён, Он Так силён, Что хочет Лет до Старости, И чтоб всё Мог, Почти что Мог, Без горя И без Старости. Эта Песня Ветром С поля, Всё сильнее Фортку Бьёт, И вчерашняя Неволя Шпингалета Поворот. Если Даже в день Осенний Человек Легко Поёт, Значит, Свет, Пронзая Тени, Как весна К нему Придёт. Возвращаются Из школы Плессуны И пивуны, Много Есть Забот Весёлых, Много Солнца У страны, Шторы Парусом Колышет, И распахнуто Окно, Чтобы Видеть И чтоб Слышать, Человеку Всё дано. День Проходит, Птицей Райской Вечер лёг На облака, И короткой Ночью Майской Соберёт Косою Длинной Под мосты Направит Бег Там Искусственной Платиной Путь Пресёк Ей Человек. Он Так Умён, Он Так силён, Что хочет лет До старости, И чтоб всё мог, Почти что мог, Без горя и без старости. С годами ничуть не считайс, Живём, уходя в высоту. Ты смотришь в глаза, улыбаясь, Чтоб больше ценил красоту. К чему ворошить бытовое, Печать из заклятий снимать, и это ещё что такое по-русски определять. Послушай, я знаю, в чём дело, какая-то дюжина лет и сил твоих огненно смелых счастливый наступит расцвет, и в это прекрасное время почти что наверняка прельстишься друзьями не теми, а я превращусь старика. Сто лет страна поражена Сто лет страна поражена отравой слов и горькой славы. Кто предрекал конец кровавый, тот грех простила им она. Но нет под властью сапога свершений творческих наитий, и в ленте тягостных событий всегда бежит её строка. Долина Бекаа Умеем мы, не поднимаясь с койки, скрипеть комплектом всех её пружин, и на людей, пускай не самых стойких, но с кем союз, как прежде, не рушим, под разговоры о высоком долге умеем оказать любой нажим. Что нам с того пустые кривотолки, мол, всем хозяйством на боку лежим, мол, не бывало ничего в помине подлее, чем такой дурной режим, брицать оружьем в выжженной пустыне и жизнь отдать амбициям чужим. Эра милосердия Эпиграф Мне снилось, что ангел смертельно больной сказал мне, что эра любви закончится вместе со мной. Павел Кашин Эра любви Павел Кашин После войны в квадрате горя черном ветер весны один был непокорным воле вождя и падал прах горелый после дождя на город опустелый. В поле пустом совсем осатанелый рыскал прокорм голодный хищник серый и нипочем сигал поверх барьеров. Воин с мечом был символ волой эры. Спадший дитя один стоял на страже эры любви пока невнятной даже и, не шутя, всей многотонной твердью один стоял, вызывая к милосердью. 399-й до Рождества Христова Аристофан смеялся над Сократом, наверное, завидуя уму. А может был философ виноватым той мудростью, что упекла в тюрьму. О, это ночь и день самопознанья, любовь и смерть, и сложа взгляд во тьму. И кто пришёл на позднее свиданье, ютились здесь же сплачем по нему. Сократ, беги, а мы тебе поможем. Темница, суд и приговор кому? А он сошёл на каменное ложе, века сошёл, как золотой суму. Прождённый логосом афинский воин, он следовал завету своему, всё то, чего при жизни был достоин, у новой эры сладен на дому. КОЛОКОЛЬЧИК Мгновенье были мы вдвоём, дрожало ярко в небе нить, и вы покинули наш дом, а я успел вас полюбить. Как долго плакал я потом и не хотел ребёнком быть, всё говорило мне о том, что не сумею вас забыть. С тех пор прошло немало дней, жизнь быстротечна, как гроза, я понял, глядя вам в глаза, мужская красота сильней. По линиям руки моей гадаю будущих друзей. Уравнение красоты Горячий душ Я, Амир, делю на силуэты, и потому стремлюсь пока изящной формой у сонета писать не только облака. Мой друг красив и знает это, всегда легка его рука и на открытый взгляд поэта он улыбался свысока. И, составляя уравненья, сцепляясь пузыри текли, и струи буйствовать могли, придя в свободное паденье. О, сколько их разбилось в пенье о бледный орган размноженья! В. К. На себя положись, это всё ещё жизнь, и ничто не надёжно. Как оставил безбожно Одиссей Пенелопу, ты покинул Европу, минус выкрестив в плюс. Я судить не возьмусь, где любовь, а где похоть, хорошо или плохо. И в стране паралиткульта за ударом инсульта это всё ещё жизнь. Сколько можешь? Держись. Тёрка Не осталось тайны, бросил, чтоб заметил, будто бы случайно у него в планшете. Добрый, не манерный, не хожу по клубам, если слышу грубость, отвечаю грубо. Биться в одиночку мне осточертело, я ищу мужчину для души и тела. Прости, прощай Скажи прощай, я соберусь в дорогу, пусть будет незавидным тот удел, что выбрал я, душою понемногу к тебе, прости меня, совсем я охладел. Моя любовь, благодаренье Богу, не сладкий сон, не на ладонях мел. Я оглянусь, наверно, у порога, скажу прощай всему, что не сумел. А. Д. Захлопнул дверь, открыл окно, и для дальнейшего общения потребовалось отторженье, но мне понравилось оно. О, light my fire, старый дорс, звучит из окон просьбой дерзкой, и для знакомства повод веский под сеткой юношеский дорс. С утра невыспавшийся вид, сандалии на бусу ногу, взгляд отведён, пора в дорогу, мне ни о чём не говорит. Бывает битва летом туз, важнее гораздо страсть другая, где после точки запятая и возвращенье сладкий вкус. Странно. Странно. Вроде слегка был ранен, но разбилось сердце потом. Где осколки теперь той грани, что взята была на излом. Видно, знаешь, противник умелый, как пленить с собой окоём, хоть движения твои несмелые соблазн остаться вдвоём у раскрытых весною окон, не такой смертельный соблазн, чтобы страсть вырывалась из стёкол, из зеркал охранительных глаз. Не в строку. Милый Федерико, на том смолкаю, кончается перо, вот выведу напоследок с нежностью твоё имя, смотри на одном дыхании Федерико Гарсио Лорко и подпишусь. Сальвадор Дали. Из письма Сальвадора Дали Федерико Гарсио Лорки. Фигерас. Март 1926 года. Переписка опубликована в 1987 году. Мужская страсть для продолжения рода самой природой определена. Так учит партия с правительством народы, которыми земля населена. А прежде были времена другие, и даже на моём ещё веку не удивлялись, глядя из России, как кувыркались Сальвадор с Гарсией, что ныне, скажем прямо, не в строку. Сирена Что случилось? Завлекла сирена пением своим ладью мою, и в кильватере дымится пена, снится мне, а, может быть, не сплю. И теперь не вырваться из плена глаз лукавых, тёмно-карих глаз. Томный лик изменчивой селены я целую в неурочный час. И растёт из сумрака и тлена стоголосый стопрекрасный хор, если моё чувство откровенно, океан даёт мне свой простор. Что случилось? Завлекла сирена пением своим ладью мою, и в кильватере дымится пена, снится мне, а, может быть, не сплю. Если моё чувство неизменно, я волной качусь по кораблю и кладёт ладонь мне на колено «Человек, которого люблю». Пьеро Пойте теперь о новом, пойте, демони в американском пиджаке и блеске жёлтых ботинок. Владимир Маяковский, Человек Пойте о демоне новом, апостоле 13-м, прежнем. Ему с косой саженью, с троф, да напором сумасшедшим не лермонтовский стих нужен. Врубелю ли запечатлеть этого демона? На кисть не ложиться никак. Нужен другой образчик – сюрреалист Дали, или, весь в чёрном, заказчик реквиема, смерти таинственный знак. Он же, пока не распят на Голгофе, так вот и будет в летнем саду пить свой утренний кофе. Заговор молчанья – пусть, – читает сборник своих стихов, простое, как мычанье. «Скрутите землю в улицы!» – восклицает, и чувствует здесь, на земле, каторжанин. Гремит приковано к ногам ядро земного шара. Кто же это на себя так любуется, будто дивной работой мастера в очарованье? Кто, как не пьеро, пьяный, ночами ряженый? Поэт молодой и здоровый. Это Маяковский Владимир, поэт гениальный, двадцати трёх лет, апологет эстетики новой. Пусть жизнь игра Пусть жизнь игра, Пусть жизнь всего лишь случай, У стойки бара закрепив урок, Голландец старый, хоть и не летучий, Вменял доходчиво, насколько мог. Как хорошо жить праздно и красиво, Быть чем-то между небом и травой, Когда сидишь, цедя полкварты пива По вечерам с пустою головой. О стихах Мариенгофа Великолепный был Лоренцо, Великолепный Мариенгоф Анатолий Мариенгоф, Застольная беседа Сижу, читаю, всматриваюсь длительно. Стихи корявенькие такие, А образы возникают поразительно. Сказать гладко – и образа не будет. Язык – это загадка, И разгадать её нельзя, Пока сидишь, читаешь, бока проминаешь, Как в зале кино. Одно понимаю без околичностей, Есть Бог и вечность, Есть быстротечность, Как порог и подкова, Есть личное в новом и новое в личном, Как корка и мякиш хлебный, Аперитив – напиток целебный. И был таков Мариенгоф великолепный. На мотив Джингл Белс Как дела, Абдулла? Что такой смурной? Как дела, Абдулла? Завтра выходной. Деньгинской пролежишь, не промяв бока, И с линцой съешь кишмиш, глядя в облака. Как дела, Абдулла? Что такой смурной? Как дела, Абдулла? Завтра выходной. Прилетит стая птиц, станет на постой, Прилетит стая птиц с песенкой простой. Как дела, Абдулла? Что такой смурной? Как дела, Абдулла? Завтра выходной. На мотив Джингл Белл Слышишь ли напев? Этот день занялся в кронах у дерев. Как дела, Абдулла? Что такое смурной? Как дела, Абдулла? Нынче выходной. Вышел на лодке в море рыбак Вышел на лодке в море рыбак, Сети расставил в дел поплавки, Рыбу поймать не может никак, Рыба играет с ним в поддавки. Клюнет, потянет, отпустит крючок, Будто попалась, забьётся чуток, Спинку покажет, глубже нырнёт, Только сама на улов не идёт. Вышел к народу с миром чудак, В светлых уборах голов поплавки внемлют, Но всё понимают не так, Смотрит насмешливо из-под руки. Душу, как рыбу, поймать на крючок Истинно взялся библейский пророк, Спинку покажет, глубже нырнёт, Может, и в сети когда попадёт. Веришь, не веришь, мудрости басен, Что стало азбучной сто лет назад, Я для тебя смертельно опасен, Как во спасение примет им яд. Бросил за борт княжну стень каразин, Чтоб казаком прослыть, как говорят, Мир бесконечно разнообразен, Даже на первый, не сведущий взгляд. Что же из сонма противоречий И возникают соблазны мне? Кто не поддался им, мне назови, Со дня творения до нашей встречи? В круговороте проб и ошибок, С креном на борт, мир наш зыбок, Так зыбок. Ничего странного. Смешалось всё, перемололось, Что было странным, в быт вошло, Где прежде был уезд и волость, Там в город съехало село. А город лапу монолита Кладёт на всё, что взял в залог, Порывы страсти неизбытой Берёт в кольцо автодорог. Скрутив в узлы определенья Весомым окончанием изм, Шизофренические звенья В кредит сдаёт капитализм. И тело, огненной водицей Свой подавляя стыд и страх, Пытается освободиться И терпить непременно крах. Темны глубокие глазницы, Почти что детское лицо, Какая без на чувств таится, И кутается в пальтецо. Вглядеться пристальнее в лица, На них останутся рубцы, Но уже подобные девицы, Женоподобные отцы. Денис «Бог воздаёт певцам своим сполна, В любовь преображая волю рока. И флейта пана дальняя слышна, Ребёнку Афродиты светлоокой, Где сказочно прекрасная страна, В которой не бывает одиноко, И голос, озвенящая струна, Касаясь сердца самого высока, Дрожит едва, Как воркованье птичье, Как лопотанье на углях огня, И тает в сумерках остаток дня, И ночь нисходит в полноте величья, И ощущенья жизни волшебства, Какое дарят звуки и слова. Другу Октябрь балует погожими деньками, Похожими на стайки сезарей, Они теряются под облаками, Крылом сдувая тени с фонарей. Они летят ни к западу, ни к югу, Их не снесет заносчивый циклон, Их можно было взять бы на поруку, Чтоб году задавали нужный тон. Но разве есть у времени учитель Предвечный, мудрый, добрый и простой, Свободный и богатый поручитель За тишину и счастье и покой? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok